В этом видео мы узнаем, что Дафукбум сказал помимо этой фразы. Работал ли камерамен в красном на Дафуком в начальных сериях? Что мы не заметили в первой сцене? Что на самом деле означает этот текст? Обсудим новые слиты кадра 69 серии. Это и многое другое в этом видео. Так что обязательно посмотри до конца, чтобы не пропустить интересные моменты. Заварите чай и берите печеньки! А также не забудьте лайк! Ну а мы погнали! Ну что ж, народ, всем привет! Совсем недавно Дафукбум опубликовал весь 22 сезон на своем канале. И там было очень много интересных кадров. А если точнее, он добавил три новых сцены, которые мы не видели до этого. С помощью этих сцен мы наконец-таки узнали ответы на наши вопросы. И хочу извиниться, что сразу не выложил этот разбор. Дело в том, что я был занят. А именно, я создавал свою игру про скепдит туалет. Да, вы не расслышали! Я создал свою собственную игру с открытым миром про скепдит туалет. Здесь много секретов, пасхалок, а также там есть ютуберы. И в будущем я планирую обновлять эту игру. И самое важное, все обновления будут такие, какие вы захотите. То есть это будет как проходить? Вы пишете свои идеи? Если они набирают много лайков, то мы добавляем вашу идею в игру. Ну а все подробности по игре я оставлю в телеграм-канале. Ссылка в описании. Итак, насчет новых сцен. Вы знаете, Дафукбум во сколько часов выложил это видео? Три часа ночи, вы представляете? И нам пришлось это все в прямом эфире смотреть. И мы с вами вместе разбирали все эти новые сцены. Слушайте, как же мы удивились, когда увидели эти кадры. И в этом видео мы подробно все разберем. Ну что ж, надеюсь вы уже поставили лайк. И не забыли про чай с печеньками. Ну что ж, приступим. Давайте по традиции начнем с описания. К сожалению, Дафукбум на этот раз не оставил никакую секретную фразу. Дафукбум просто указал, какие серии вошли в этот сезон. Как обычно, три серии. Кто не знает, в каждом сезоне по три серии. Ну что ж, давайте приступим к разбору самой серии. И первый дополнительный контент мы как раз таки замечаем в 66 серии. А если точнее, под конец 66 серии. Как мы помним, эта серия закончилась на том, что мы увидели яркое свечение Тивомена Титана. И как многим показалось, это продолжение 66 серии. Но нет, на самом деле это не так. Если хорошо присмотреться, то это параллельный кадр из 66 серии. Но с другого ракурса. И это можно доказать. А это доказывается тем, что Тивомен Титан говорит ту же фразу, что он говорил в 66 серии. И там, и там он говорит It's My, что переводится как Это Мое. Или Это Моя. Но он имел в виду, что это его работа. И кстати, эта новая сцена очень похожа на этот фрагмент с Таносом. Там он говорил примерно такую же фразу. Ладно. Я сделаю это сам. Что скажете? А что если соединить видео с аудио? Ладно. Я сделаю это сам. Да, и посмотрите на его лицо просто. Он тут пупсик какой-то. Но, на самом деле, вы частично правы. Это можно сказать и продолжение. Как вы помните, 66 эпизод закончился черным экраном. Но там мы все-таки слышали, что говорит Тивомен Титан. Там также прозвучала фраза Тивмена Титана. А именно It's My. Переведем. И ту же самую фразу мы слышим в этом фрагменте. Фраза абсолютно одинаковая. Также, если сделать видео чуть поярче, то можно заметить выражение лица Тивеменов. Ну а если вы разбираетесь в спортивных мероприятиях, либо в киперспорте, то вы можете на этом немного заработать. Ссылку на данный способ оставлю в закрепленном комментарии. А по промокоду Razoplay вы получите бонус. Но знайте одно. Не рекомендуется делать ставки на спорт, на средства, взятые в долг, или необходимые вам для комфортной жизни. Отнеситесь к своим деньгам ответственно. Ладно, давайте посмотрим на вторую сцену. Ну что ж. Сразу же замечаем правый верхний угол. Там опять написано Transmission Error и Recording Error. Как это было во второй части 68 серии. Эта надпись появилась тогда, когда мы увидели свечение Дафукбума. Что же это значит? Совпадение или... Или не думаю. Поскольку Дафукбум умеет взламывать камеры камераменов, и поскольку мы замечали эту надпись тогда, когда появлялся Дафукбум, отсюда можно сделать вывод, что это делает специально Дафукбум. Он специально взламывает эту часть. Он специально делает так, чтобы камерамены не смогли записать фрагмент с его появлением. Так как Дафукбумы в любой момент могут следить за камераменами. А Дафукбуму это невыгодно. И получается, все эти моменты Дафукбумы не видели. И никогда не узнают об этом. Если, конечно, у них тоже не появится какой-нибудь хакер. И, кстати, этот фрагмент мне очень напомнил момент из игры Call of Duty Modern Warfare. А именно третью часть. Когда Макаров показывает Юрию окрестности. Я так решил, потому что в сериале Дафукбума уже была отсылка на Call of Duty. В одном из серий Team Man задом наперёд сказал фразу Press F to Respect. А как мы знаем, эта фраза появилась из игры Call of Duty. Так вот, далее Дафукбум передаёт камерамену какое-то устройство. И как мы поняли, это то самое устройство, которое способно взламывать двери. А это устройство мы видели только у красного камерамена. Получается, рядом с Дафукбумом был красный камерамен. И да, я поздравляю. Так как некоторые сразу сказали, что это был красный камерамен. Но я до конца всё-таки не верил этому. И вообще, эта сцена тоже параллельная. Это доказывается тем, что на этих кадрах мы видим тот самый БТ, который мы заметили в 67-й серии. И кстати, эту серию в шорт-версии Дафук немного изменил. И добавил рядом с Дафуком, как уже выяснилось, камерамена. И кстати, в этой серии есть ещё немного деталей. Во-первых, Дафукбум сказал одну фразу. Он сказал, ты знаешь, что делать. Эта фраза может означать только одно. Что они работают вместе уже давным-давно. И на протяжении всех серий, красный камерамен исполнял приказы Дафукбума. И кстати, насчёт камерамена. Про него я делал отдельное видео. Это видео появилось на правом верхнем углу. Можете нажать и посмотреть. Но правда, в этом разборе я допустил одну ошибку. Но во-первых, я заспойлерю. Существует два вида камерамена в красном. В разборе я сказал, что одного из них уничтожили. Но на самом деле он выжил. И мы его заметили в 43 серии. Но правда, что с ним случилось после этой серии, никому неизвестно. Потому что после нашествия скобедиста, мы его больше никогда не видели. В этой сцене есть ещё одна интересная деталь. После фразы Дафука, ты знаешь, что делать. Он издаёт звуки часов. Послушайте вот это и поймёте. Вы услышали? Этими звуками он как бы намекает, что время тикает. Ну ладно, теперь давайте приступим к третьей сцене. Эти действия произошли в последней части 67 серии. Тут мы замечаем, что большой камерамен хочет пойти налево. Камерамен в красном останавливает его. И доказывает, что там много охраны. И что двери закрыты уже. Ну а вход справа свободен. Так что лучше им всем пойти направо. И кстати, если увеличить эту картинку, то можно посмотреть специальный номер камерамена в красном. И это 1055. Все агенты доверяют камерамену в красном. И прислушиваются к его мнению. И следуют за ним. Ну а в планшете уже заранее можно увидеть, с кем будут в будущем сражаться эти агенты. Это скибеди туалеты, но только с мощными ранцами. Они в любом случае встретятся с этими агентами. Так как они охраняют главную дверь к скибеди учёному. И скорее всего эти скибедисты появятся в 69 серии. Я думаю, что в следующей серии из 10 агента выживут только пятеро. Вантузмен, Спикермен, Камерамен в красном и Близнецы. Что насчёт слитого кадра? Этот слив официальный. И дофук это выложил 20 декабря в своём онлайн-магазине. Давайте картинку сделаем немного ярче. Там мы замечаем камерамена в крупном плане. А сзади него Близнецы и Камерамены. И они находятся там же, где закончилась вторая часть 68 серии. И если у вас есть какая-то теория, можете об этом смело написать в комментариях. Я все ваши комментарии читаю. А если у вас есть теория, желательно правдоподобная, то можете присылать в Телеграм-канале. Если она будет правдоподобной и логичной, она появится на этом канале. И вообще в будущем я планирую сделать теорию от подписчиков. Так что обязательно подписывайтесь на Телеграм-канал, чтобы не пропустить это видео. Ну и конечно же про Ютуб не забывайте. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а тем, кто посмотрел видео до конца, я расскажу, что будет в глобальном обновлении в игре Туэлит Ап. Мы добавим повсюду скипиди туалеты, а также ежедневные бонусы. Мы создадим третью карту. Много, куча промокодов. И все это уже совсем скоро. И кстати, если у вас есть какие-то идеи, можете сказать нам об этом. Если ваша идея наберет много лайков, мы обязательно это реализуем. Ну все, это уже конец видео. Под конец можете посмотреть мои другие разборы. С вами был Разу. Встретимся в других видеороликах. Всем пока.